Правильное отношение к здоровью может предотвратить серьезные заболевания. В Узбекистане пытаются побороть стереотип. Проблему нужно решать по мере их поступления. Увы, к здоровью это распространенное правило лучше не применять. Каким образом решает этот непростой вопрос? Мои коллеги из Узбекистана. Маленькая мать люби всего полтора месяца. В роддоме врачи заподозрили у девочки повышение эндокринных гормонов. Поэтому маму с малышкой направили на обследование. Нас пригласили в скрининг-центр на повторный анализ крови. Мы сдали анализ и теперь надеемся на хорошие результаты. Для врача-эндокринолога Диларом Файзибаевой в показателях малышки нет ничего страшного. Она работает в республиканском скрининг-центре уже не первый год и вылечила много женщин и детей заболеванием щитовидной железы. У нас лечат заболевание щитовидной железы, вырожденный зоб. Кроме этого, к нам обращаются с заболеванием эндемический зоб. Беременные женщины с целью проведения профилактики йода-дефицита. В этот кабинет Юлия возвращается уже второй раз. Несмотря на то, что беременность протекает нормально, врачи отправили ее на обследование. Вердикт врача обрадовал будущую маму до слез. У нее развивается здоровый мальчик. В скрининг-центр направили из районной поликлиники. Хотелось убедиться, что ребенок здоровый. Сказали, что здоровый. Очень рада. Объявлять женщинам самые главные новости жизни – это ее профессия. Сегодня при анатологу Шахнозе Камалединовой удалось поднять настроение пациентки. Но так, к сожалению, бывает не всегда. Скрининг-центр в Узбекистане – единственный в Центральной Азии, который осуществляет три вида деятельности. В последние годы население широко осведомлено о скрининге, и потому к нам обращается много граждан. Особенно часто к нам обращаются беременные женщины, так как они думают о здоровье своих будущих детей. Во всем мире каждый год умирают 10 миллионов детей и полмиллиона матерей. Чтобы предупреждать беду, скрининговые центры и создаются. Заботиться о здоровье человека надо еще до его рождения.